Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас сегодня на встрече компании SkyWorld Community, на которой речь, конечно же, пойдет о нашем уникальном транспорте будущего, о транспорте, который мы сейчас успешно реализуем на нашей планете. Именно потому, что мы заканчиваем 14 этап из 15, осталось практически финишная прямая, завершение последнего этапа, что ознаменует собой полную сертификацию нашей технологии и ее дальнейшее распространение по всей планете. Конечно же, это заслуга огромного количества людей. Более 500 тысяч человек объединились вместе для того, чтобы сделать лучший транспорт, лучший транспорт, который только можно себе представить. И это наша ситуация, потому что к 14 этапу, к завершению 14 этапа мы имеем практически полную рабочую компанию со своими производственными мощностями, со своими предзаказами, со своими специалистами, которые способны это выполнить, и, конечно же, уже с достаточно серьезным мировым именем. Потому что то, что мы делаем, та инновация, которую мы привносим сейчас в жизнь, у нее нету никаких конкурентов, нету ничего подобного, что когда-либо создавалось. И сейчас то, что мы делаем, мы делаем в первый раз. Конечно же, здорово, что у нас есть потрясающий, так скажем, ведущий всего этого проекта, ведущий этих технологий, потому что именно этот человек направил всю свою жизнь для изучения нашей прекрасной жизни, для того, чтобы научиться. Перед нами действительно стоит техногенная цивилизационная развилка. Мы с вами, дамы и господа, сейчас, как никогда раньше, каждый в отдельности, даже при том, что у нас 8 миллиардов человек, но каждый в отдельности принимаем решение, какой мир мы хотим видеть в ближайшем будущем. В нас, для нас, для наших детей. И, конечно же, без технологий такое влияние было бы невозможно. Поэтому сейчас от наших выборов, какими технологиями мы собираемся пользоваться, зависит то, какой мир будет для наших следующих поколений. И в каком мире будем жить мы нашу жизнь. Но с учетом того, что мы видим сейчас, конечно, хочется радоваться больше, потому что видно, что огромное количество людей проснулось на нашей планете и с помощью интернета объединяется. Объединяется, как мы с вами. Представляете, более полумиллиона человек со всех стран мира, 220 стран и регионов мира объединились вместе для того, чтобы реализовать общие цели. При том, что разная жизнь на разных континентах, разный менталитет, разное представление. Но главные ценности, они как раз остаются общими, которые дают нам возможность решить любые разногласия, любые конфликты, найти разговор, найти понимание, даже с людьми, которые разговаривают на абсолютно другом языке. Ради чего? Ради действительно процветающей жизни на нашей планете. И сейчас каждый человек решает своими действиями, теми технологиями, которые он использует. Так скажем, мусором, который он выкидывает на природе, либо наоборот, убирает в природу и сортирует его дом. От каждого из нас сейчас зависит, в каком мире мы будем жить уже в самое ближайшее время. И заходите, пожалуйста, на YouTube, на официальные каналы нашего проекта, нашего генерального конструктора и нашей компании. Это Анатолий Юницкай. Это то, что вы можете написать на YouTube и увидеть его фильмы, его исследования, его призывы к действию, к людям. Как, например, здесь. Если вы напишите это название, вы увидите именно это видео в YouTube. Формула будущего и как струнный транспорт может изменить мир. Все в деталях. В простых формулах. Не замысловато, не сложно, а действительно понятно, что обычному человеку делать с этой информацией. Как обычный человек может быть связан с транспортом. Он здесь очень быстро объясняет, что к чему. Это выступление с ГИТЭКС, с очень важной, так скажем, выставки, конференции в Объединенных Арабских Эмиратах, где Анатолий Эдуардович был одним из представителей, так скажем, технологии экологически устойчивого развития. И очень приятно понимать, что так много серьезных коллег, серьезных партнеров с разных стран на государственном уровне уже знакомы с Анатолием Эдуардовичем, с его технологиями, с тем, насколько он серьезно подошел к вопросу спасения нашей планеты. И наши рекорды нашей компании, насколько быстро она строит, насколько качественно и как много мы успели сделать за время проекта. Так скажем, когда серьезные финансисты смотрят, узнают, управленцы, как это все работает, говорят, что это невозможно. Мы не представляем, как ваш генеральный конструктор смог сделать все, что ты меня, Артем, назвал за последних, да даже если 10 лет. Он говорит, что это просто невозможно. Он говорит, что если это возможно, то он действительно один из умнейших людей на планете. И я согласен с последним утверждением, потому что он один из немногих, кто предлагает, кто действительно видит вариант и предлагает, как нам возможно жить здесь, на Земле, на планете, как в раю, счастливо, благополучие и изобилие. И как не допускать ошибок. То есть показывает, что необходимо поменять, чтобы не доводить нашу планету и вообще, в общем, биосферу. То есть то, что живое, до предела. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. И я всю жизнь стараюсь делать мир вокруг себя лучше, чтобы всюду, куда вступает моя нога, все расцветало. И чем больше вросли мои возможности, росли масштабы, росли масштабы исследований, и я задался вопросом, а как нелокально что-то изменить? Потому что это совсем ненадолго. Если ты уезжаешь из этого места, то то изменение, которое ты привнес в данную локацию, в данную местность, со временем она будет, так скажем, увядать, ослабевать. Но если влиять на масштабные вещи, то есть работать сразу над планетарными проектами, которые в массе будут менять качество жизни людей на планете. И я познакомился с тем, что оказывается тысячи проектов по миру создаются именно подобной, так скажем, системой. И называется она краудинвестинг. То есть народное финансирование. Когда народ без банков, без крупных корпораций объединяется вместе для того, чтобы создать какой-то продукт или услугу, который очень необходим нашему миру и самому человеку. Именно народу, крауд. То есть получается, люди делают технологии прямо для себя. Именно для себя. Можно сказать, минуя первое и главное для бизнесмена коммерческую составляющую, нацеленные больше на пользу. И, как ни странно, я нашел множество проектов, которые действительно восторгают. Из них десятки действительно крупных и актуальных. Но только этот один отвечал всем требованиям, которые действительно меняют качество жизни людей на планете. И, более того, это не единичный, так скажем, продукт, не единичные, не единичные технологии, а их целая серия. Целая серия технологий, которые одна за одной, может быть, некоторые параллельно, будут реализовываться на нашей планете. Именно с помощью технологий Анатолия Эдуардовича мы сможем обустроить как новые города по новому, более разумному, так скажем, более разумной логике использования, так и поменяем старые города. То есть технологии Анатолия Эдуардовича достаточно гибкие, чтобы внедрить их в уже существующие города, тем самым сделать их более разумными, более модернизированными, более автоматическими, то есть которые будут приносить нам пользу, а с нас эти задачи снимутся, и мы будем более свободны. Дамы и господа, это технология, которую развивает компания SkyWorld Community. Именно сообщество, именно сообщество дало возможность профинансировать весь этот прекрасный проект. Именно люди сами с разных уголков планеты, более полумиллиона человек из 220 стран и регионов мира сделали то, что вы сегодня увидите. И это те возможности, которые дает компания SkyWorld Community. Одна из немногих компаний, которая в последние годы, в такое непростое время, давала стабильную возможность развиваться и получать дополнительный доход, освоить финансовую независимость, создать собственный бизнес. И все это с компанией SkyWorld Community. Также вы могли себе освободить время вместе с этой компанией, помочь другим людям, завести новые знакомства, либо уйти с нежеланной работы. И это все возможности, которые открываются для вас при, так скажем, сотрудничестве со SkyWorld Community. Ну и, конечно же, если вас интересует оставление наследства или будущее всей планеты, то вам точно к Анатолию Эдуардовичу Яницкому, потому что вся серия его технологий нацелена на то, чтобы наша планета цвела и процветала наилучшим образом, как только это возможно. Поэтому интересуйтесь. Ведь мы завершаем, мы завершаем лишь первый проект. После него, после этого пятнадцатого этапа, который уже скоро, так скажем, мы перейдем на него и пройдем его, после него будут и другие проекты, потому что нет предела совершенству гениальности этого человека Анатолия Эдуардовича Яницкого. Поинтересуйтесь и узнаете больше о его технологиях ЭКО-Мира, за которые он уже получил премию мира. То есть его технологии уже признаны научным сообществом. И мы лишь доказываем сейчас, что первая технология является действительно настолько прорывной, насколько он говорил, следовательно, и всему миру придется просто прислушаться к себе и изучить более детально все остальные технологии, чтобы понимать, насколько же они полезны, важны, и что их нужно прям брать и реализовывать. Поэтому, дамы и господа, компания SkyWorld Community приветствует вас и готова поделиться абсолютно любым из этих факторов, либо всем вместе, в зависимости от того, насколько у вас хватит фантазии, энергии и времени для того, чтобы реализовывать ту или иную часть своих желаний. Но, что точно знаю, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее и давайте соберем аргументы для того, чтобы понять, что делать дальше со всей этой информацией и как это касается лично вас и ваших близких. Нас, дамы и господа, 8 миллиардов человек. Просто вдумайтесь в это количество. 8 миллиардов человек. Но, мы всего лишь одна семья, всего лишь один вид человек, один вид из 12 миллионов видов разных живых организмов, которые находятся на нашей планете, которые нам более или менее известны. То есть, мы с вами являемся самой-самой, самой влиятельной силой на нашей планете. и от нас зависит то, какой мир будет уже при нас и какой мир будет после нас. Конечно же, стоит задуматься о том, что мы действительно терраформируем. То есть, от того, как мы живем, мы меняем устройство планеты, то, как она функционирует, то, как она работает. И, представляете, у нас есть возможность это изменить. Когда раньше лет 10-15 назад было ощущение по некоторым вопросам, что, ну, что я могу сделать? Как я могу повлиять? И вот транспортный вопрос, аварийность транспорта, его опасность на первом уровне, это же вообще невероятно опасно. И действительно, хотелось бы изменить многие моменты, но как? Никак не изменить. Но сейчас, дамы и господа, объединившись интернетом, у нас есть такая возможность. Теперь мы действительно можем сделать лучшее, можем создавать вплоть до инфраструктуры, целые инфраструктуры, то есть планетарные проекты. Планетарные проекты для нас, для народа же. Тем более, мы еще будем этим проектом и владеть как бизнесом и получать огромную прибыль с того, что создали. Это благое чудо. То есть, сейчас, с помощью интернета, абсолютно каждый человек может повлиять на то, что происходит с нашим миром. Представляете, если мы сейчас уже можем создавать новый вид транспорта именно для себя, который не станет коммерческим, который будет действительно выполнять потребности народа, потребности человека, тех, кто именно использует этот транспорт. Те, так скажем, несреднестатистические люди, которые, как Юницкий в одном из видео говорил, также, такие же потребители, но потребляют килотоннами нефть, лайнеры, личные самолеты, яхты и так далее. Этим людям не нужен обычный общественный транспорт. И поэтому в нефти эру особенно было тяжело продвинуть подобный вид транспорта. Но сейчас, когда люди настолько проснулись, когда люди настолько, так скажем, пробуждаются и интересуясь, вкладывают в себя свое время, свою энергию, свое внимание в то, что действительно важно, начинают заботиться не только о себе, своей семье и своем городе, но и о своей стране, континенте и всей планете. То есть масштабы, масштабы роста, они все увеличиваются и увеличиваются. И здорово, что мы взяли подобную, так скажем, подобную возможность и реализовали ее. потому что в шестнадцатом году, когда я первый раз увидел данную технологию, еще ни один транспорт не ездил. А сейчас, дамы и господа, у нас семнадцать видов разного транспорта, более семи видов трасс разного типа. Максимально гибкая технология для того, чтобы удовлетворить любые потребности человека двадцать первого века. И это наша общая технология. С чем я вас поздравляю. Еще раз ознаменую, что очень скоро мы получим информацию о переходе на пятнадцатый этап, завершающий этап нашего проекта. Очень скоро завершится вся сертификация, и мы сможем продолжить уже другие проекты. Мы докажем всему миру, что подобные проекты работают, что люди сильны, что люди могут без банков, государств и корпораций создавать планетарного уровня проекты. Можно сказать, планетарные корпорации, которые будут делать огромную пользу. И, дамы и господа, это нас ждет еще просто потрясающие вещи, потому что сейчас мы сделали транспорт, а у нас будет еще электроэнергия, производство гумуса, плодородной почвы черноземного типа, вакуумное стекло, эко-дома, эко-поселения, линейные города, ОТС, СКИО, то есть огромное количество потрясающих технологий, которые Анатолий Эдуардович, так скажем, изобрел, понял их необходимость и старается внедрить их с помощью народа в этот прекрасный мир. Поэтому давайте прогуляемся по нашему транспорту, давайте посмотрим, что же это все-таки за технология, которая настолько желанна. Главная ее задача и характеристика, такая общая, то, что она, эта транспортная инфраструктура лучше и полезнее, экономичнее, экологичнее и более легко интегрируемая, чем все остальные существующие транспортные отрасли, традиционные. И то есть мы можем наши технологии новые использовать конкретно там, где нам необходимо и так, как мы хотим. И технологии, которые предлагает Анатолий Эдуардович, они все пропитаны одной и той же философией бережного отношения к нашей прекрасной планете, работе с ней сообща, дружить с ней и помогать друг другу, а не просто использовать, при этом понимать и рассчитывать изначально на то, что не будет принесено никакого вреда. Все технологии Анатолия Эдуардовича являются экологическими и его способы решения конечно заставляют восхититься и продолжать изучать его работы. Я вам очень рекомендую посетить его сайт unitsky.engineer где есть большинство его работ начиная с 70-х годов. То есть человек прошел огромный огромный путь для того, чтобы создать данные технологии, для того, чтобы так скажем развиться до такой степени, чтобы можно было это создавать. И сейчас я считаю его одним из величайших изобретателей инженеров и конструкторов на Земле. Потому что никто не предлагает такое количество технологий, такую комплексную схему на ближайшие не десятилетия, на столетия жизни человечества с решениями для более чем 10 миллиардов человек, при том, что нам всем хватает и места, и питания, и полной экологии. Поэтому стоит изучить его работы и вы поймете с кем вы имеете дело. Человек, который всю жизнь уделил науке, нашей природе, сделал более 150 изобретений, написал более 200 научных работ, 20 монографий. И это, так скажем, человек, который не для себя делает, а для всего живого. То есть главная задача Анатолия Юницкого и за эти годы, что я с ним работал, что я с ним общался, я понимаю, что он действительно настолько любит мир и пытается его спасти. Он абсолютно не шутит в своих расчетах, что миру, нашей планете, нашей флоре и фауне, нашей природе, матушке, для того, чтобы ее расшатать. И это была уже точка невозврата, то есть когда мы не сможем вернуть спокойствие и целость нашей экологической системы, что до этого, до этой точки 2-3 поколения. То есть мы, как человечество, как единая сила, как единственный один вид из 12 миллионов можем разрушить целостность и стабильность нашей экологической системы. Именно тем, как мы используем технологии и какие технологии используем. Это наше детище, техногенная сфера, мы никуда к ней не денемся. Юнистский упоминает об этом очень часто. Поэтому раз технологии останутся с нами необходимо сделать, чтобы они не вредили окружающей среде, не вредили живому. Ведь, дамы и господа, мы же живые, мы же часть этой природы, часть этой флоры и фауны. Поэтому об общем комплексе здоровья нашей планеты необходимо заботиться. И от того, что мы часть этой экологической системы, нам должно быть гораздо понятнее и легче. Я думаю, для многих людей происходит интересный такой щелчок, когда человек понимает, что на нашей планете есть города, где нельзя дышать чистым воздухом. Просто представьте это. Есть города, где можно купить чистый воздух. То есть стоят автоматы, из которых можно подышать чистым воздухом. А в общем целом воздух не приемлем в некоторых городах для того, чтобы он заходил внутрь тела живого, потому что он его убивает. Представляете, что на нашей прекрасной райской планете есть подобные места? Они действительно есть. А если принять факт, что они есть, то сколько на самом деле у нас таких мест, где на пределе наша планета? И до точки прорыва, до точки невозврата остается не так много. Как минимум еще слишком много людей спят, чтобы точно опустить руки и быть абсолютно спокойными, что с нашей планетой, с нашей природой и с самым человечеством все будет в порядке. Мы используем технологии ежедневно и не будет никакого вреда, не будет точки невозврата, если использовать экологические технологии, безопасные. И Анатолий Эдуардович дает нам возможность ими пользоваться, представляет нам эти технологии. И те возможности, которые дает наша компания, она просто невероятна. Мы по словам Анатолия Эдуардовича сможем построить за 21 век около 20 миллионов километров дорог. Это очень много. Но действительно, глядя на то, насколько простая технология, как в установке это можно будет сделать быстро, насколько Юницкий продумывает каждый шаг для того, чтобы распространять наше прекрасное изобретение, нашу прекрасную технологию, чтобы этих веток становилось все больше и больше, он приложил абсолютно все усилия. Поэтому эти трассы будут расходиться, как говорят, как горячие пирожки. Ведь цена их минимальная по сравнению с традиционным видом транспорта. Все традиционные виды транспорта стоят дороже за километр со всей инфраструктурой и при этом имеют меньше характеристик полезных и имеют вредоносные характеристики, чего не имеет наш электротранспорт второго уровня. И главная задача этого транспорта, нашего проекта и этого транспорта, это просертифицировать его, протестировать и просертифицировать. То есть сертификация – это, так скажем, бюрократия, как по всем бумажкам, по всем техническим проверкам и доказательствам, чтобы наша технология полностью соответствовала своим характеристикам и безопасности. И с этим мы справляемся на ура. Так скажем, Юницкий то, что представлял, это, скажем, даже были где-то заниженные оценки, потому что, как он говорил в одном интервью, он говорит, ребята, если бы я везде писал то, что я действительно достиг и разработал, мне бы не поверили, вообще бы не стали проверять даже, потому что подумали бы невозможно. А потом, когда уже проверяю, смотрят, вау, такие высокие показатели. Ну, тогда я уже спокойно говорю, что и так было задумано. Иначе, говорит, со многими системами реально есть проблема, потому что уникальные решения Анатолий Эдуардович принимает, находит и создает. Поэтому сертификация уже завершена более чем на 80% всего проекта. Но представляете, даже при том, что наш проект не завершен, а как правило, компании, либо какие-то заказчики серьезные, они не работают с незавершенными проектами. Потому что необходимо завершить до конца проект, так скажем, полное подтверждение получить того, что он рабочий, что с ним все в порядке, что он может, так скажем, выпускать именно то, что нам необходимо. Именно ту технологию в том качестве, которая нам необходима. И сейчас мы видим, что все выполнено действительно на высочайшем уровне. В последние годы следят за сертификацией нашего транспорта разные страны, разные представители. И даже при том, что компания не завершила проект, то есть проект до незавершенной стадии не завершился до конца, это никого не останавливает. Уже сейчас, уже в прошлом году, в конце 2021 года и 2022 году нам рассказали о том, как на самом деле обстоят дела с нашими заказами. Как обстоят дела с, так скажем, интересом к нашей технологии. Уже с 2021 года с нами сотрудничают, видят то, что мы уже сделали, что уже просертифицировали. И, конечно, это вдохновляет, очень, так скажем, побуждает людей работать уже сейчас, сделать более серьезные договоры раньше. Потому что каждый серьезный провидор понимает, пока мощности нашей компании не такие, что мы прям сразу во всех странах можем делать адресные проекты, сразу там 30 штук вместе брать и выполнять. Те, кто будут первые, те первые и насладятся тем, так скажем, теми победами, теми потрясающими возможностями, которые дает нам данная технология. То есть те, кто сейчас следили за сертификацией, они просмотрели и полностью уверены в реализации данного проекта до самого конца. Именно поэтому уже сейчас по существующим сертификатам заказаны и реализуются первоадресные проекты. Я понимаю, так скажем, я слышал официально только о четырех, но в данный момент я представляю, что прошло уже больше года с последнего объявления, и их, наверное, уже около десяти. Конечно же, ждем официальной информации, не будем гадать, но то, что сейчас мы переходим на пятнадцатый этап, явно говорит о том, что успехи с нашими проектами идут очень-очень хорошо. И, так скажем, наши возможности, которые мы создали сейчас уже даже к завершению четырнадцатого этапа, они потрясающие, потому что наши три завода работают, полноценно оснащены для того, чтобы делать высококачественную продукцию и выполнять уже первые заказы. Я уверен, что они уже в процессе выполнения, потому что это же комплексная часть. Мы же не просто делаем только дорогу или не просто делаем только электротранспорт. Мы делаем общую инфраструктуру, которая должна работать вместе. Ну и, конечно же, часть этого – это будет пассажирский транспорт разного вида, и часть этого – это транспорт грузовой. Конечно, пассажирский транспорт принесет нам очень много пользы и приятных мгновений, потому что гибкая структура, максимально широкий вид и разных трасс, и разных транспортов под разные города, под разные виды, так скажем, задач, необходимости человека. И все эти транспорты уже есть в железе, в металле. То есть эти транспорты готовы, просертифицированы, и сейчас уже создается новое поколение. Если вы посмотрите, здесь в названии есть U4, то есть четвертое поколение. Сейчас, с учетом того, что происходило в последние годы в мире, очень нестабильная ситуация, но Юницкий все обыграл в свою пользу. Точнее, прошу прощения, в пользу нашей компании. В пользу нашей компании тем, что эти технологии теперь, так скажем, на передовом уровне представлены как ноу-хау, как инновация. И большинство стран уже слышали, уже видели. А то, что мы работаем на официальном уровне с этими, так скажем, крупными партнерами, очень быстро запустит новость о том, насколько же уникальны и эффективны данные виды транспорта. Конечно же, как я говорю, удовольствие принесут нам именно пассажирский транспорт, потому что мы сможем на нем прокатиться и быть полностью свободными. Почувствовать эту автоматизированную технологию, которая освобождает нас от перемещения, освобождает нам время и наше внимание от дороги к нашей жизни, к окружающему миру. Ведь мы можем лететь, так скажем, по струнам в нужном нам направлении, при этом не быть полностью занятой дорогой и безопасностью, а наслаждаться окружающим миром с высоты птичьего полета. Либо общаться с, так скажем, путешественниками, которые выбрали ваш путь, либо с кем-то по телефону. Вы можете работать, учиться, читать, отдыхать, даже поспать, если у вас длительный путь. То есть для нас транспорт становится, так скажем, помощником. Не нагрузкой, а помощником освободится огромное количество времени, огромное количество ресурса. Он станет более быстрый, эффективный и продуктивный. Ну и, конечно же, для каждой части нашего мира свой транспорт и своя трасса. Там, где несколько сотен человек или тысяча, подойдет, так скажем, малогабаритный транспорт, который может перемещаться по суперлегкой трассе. Например, в специальном использовании с колтюбинговой трубой расстояние между опорами может быть до 2000 метров. Представляете, 2000 метров любого ландшафта. Будь то озера, реки, дома, овраги. Это не имеет значения. У нас есть эффективный, экологичный, очень экономичный, легко интегрируемый куда угодно транспорт, который будет выполнять нужный пассажиропоток в данном регионе. Все, конечно, по необходимости. Если там больше человек, несколько тысяч, это может быть юнибайк, либо легкий, так скажем, юникар или юнибус, который на 6, на 8 мест. Либо уже составные, если у нас там 10, 20, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек. То есть под каждую задачу можно выбрать определенные ветки, которые сейчас же смогут настолько разумно строиться. Ведь у нас есть и карты, карты Google, снимки со спутника, полная статистика всех автобусов, троллейбусов, трамваев, где какая, так скажем, загруженность. То есть сейчас в существующем городе по технологиям Анатолия Эдуардовича мы сможем ставить новые станции, делать, никак не загружать город, наоборот, разгружать и делать людей и сам город более мобильным. Представляете, какая возможность у нас в руках? Но, конечно же, больше всего меня интересует большой пассажиропоток, потому что это подойдет для крупных городов, то есть там где миллион, пять, десять, двадцать миллионов. Там наш транспорт, конечно, сделает самый большой положительный эффект, потому что на минимальном количестве, так скажем, объеме пространства Земли можно будет выстроить высокоэффективные транспортные ветви, которые разгрузят наши города. От загазованности станет чаще воздух, меньше, потому что будет сожжено топливо, меньше машин будет находиться на улицах, так скажем, на дорогах нашего города. Конечно же, уменьшится поток этих машин, следовательно, будет меньше заторов, следовательно, повысится скорость. То есть приводом подобного транспорта мы решаем множество проблем комплексно, сразу, совместно. И все это улучшает качество жизни человека и, так скажем, количество этих лет, сколько мы можем прожить. Причем вкупе не просто это для одного, что один человек купил себе электромашину, какой-нибудь там электрокар, и теперь его жизнь стала чище. И немножко как бы жизнь окружающих. Тут мы работаем, те полмиллиона человек, которые объединились, поддержали, мы делаем это для всего мира. Абсолютно, не только для людей, ведь люди это лишь один вид из 12 миллионов. Страдают от наших технологий все. Все живое может пострадать от наших вредоносных технологий, поэтому их необходимо заменить. С чем Анатолий Эдуардович, так скажем, прекрасно справляется, потому что он предлагает нам серию технологий не на десятилетия, которые решают какие-то чуть-чуть, пару вопросов. Нет, на века, на несколько веков вперед его технологии действительно могут изменить нашу жизнь. Ну и дамы и господа, конечно же, я уверен, что все, кто знает, ждут именно этот транспорт. Передвижение между городами и странами до 600 километров в час. Так скажем, я не говорю пока про следующий и будущий проект, углубленное передвижение в фар-вакууме, которое Анатолий Эдуардович уже представил для, так скажем, мирового сообщества. Это будет передвижение в разреженной среде до полторы тысячи километров в час. Хотя ничего нового еще 20 лет назад. Дамы и господа, 20 лет назад Анатолий Эдуардович рассказывал про эту технологию, представлял и показывал, как это можно осуществить. Конечно, изначально это не очень дешевая задача сертифицировать подобную технологию, но Объединенные Арабские Эмираты уже знают о ней и уже разговаривали на, так скажем, на эту тему с Анатолием Эдуардовичем. Но это немножко дальше. Давайте для начала завершим 15 этап. Это точно даст огромный крепкий фундамент для того, чтобы наши последующие технологии как можно скорее произошли и проявились в проектах, которые мы с вами также смогли бы поддержать и сделать с помощью подобных технологий этот мир лучше. И это, конечно, да, мы все пассажирский транспорт, но кроме этого удовольствия и то, насколько увеличатся возможности каждого человека с помощью подобного транспорта, особенно со скоростью 600 км в час. Представляете, мы сможем сразу за один день в нескольких государств побывать, в несколько столиц заехать и в этот же день вернуться домой. Вот что дает нам 600 км в час. Но плюс к тому, что мы спасаем планету и делаем ее чище, лучше, мы делаем еще одно очень важное дело. Мы создаем более эффективный, улучшенный транспортный бизнес, потому что мы приходим к этой технологии, а она помогает реализоваться в новом экологическом смысле всей грузоперевозочной сфере нашей планеты. Оказалось, это один из самых дорогостоящих бизнесов, один из самых прибыльных бизнесов в мире, но и один из самых коррумпированных. И получается, что этим большим достоянием будем совладельцы мы с вами. Эти полмиллиона человек, а уже, я надеюсь, в ближайшее время и миллион человек, и будет нас больше миллиона, чтобы мы могли быстрее и легче запускать подобные проекты, чтобы проект на миллиард мы могли нашим сообществом просто вот так за неделю или за день профинансировать. Дальше он построился, работает, приносит пользу. Отпускаю данное желание во вселенной, пусть реализуется. Мы у нас в руках уже очень скоро окажется огромная часть одного из самых дорогостоящих и прибыльных бизнесов в мире, при том уже существующий транспортный бизнес, грузоперевозок, который в контейнерах проходит. Мы его просто переймем на себя. За 21 век, как говорит Анатолий Эдуардович, мы сможем перенять более 50% транспортного рынка. А это значит, что огромное количество прибыли и направление в новую сферу, в которой будет развиваться, так скажем, именно в экологическом направлении будет развиваться эта сфера с нашей помощью, потому что мы сможем привнести новую скорость, новую экологию, новую экономику и новую логистику в данное прекрасное дело. Ведь наши транспорты смогут двигаться где угодно. Штучные, сыпучие, жидкие грузы без человеческого фактора будут распространяться и двигаться туда, куда нам нужно самостоятельно. И это будет очень эффективно, быстро и разумно. Конечно же, не только Юнитраки, но и Юниконты. Ведь огромная часть грузового бизнеса мы просто сможем сразу же, без особых проблем, просто перенять на себя, и грузоперевозки будут идти на это. Потому что та цена, та эффективность, которую предлагает Анатолий Эдуардович, такого мир еще не знал. Один доллар за 100 тонн на километр. Это невероятная, беспрецедентная цена того, как могут осуществляться грузоперевозки. Прошу прощения. С помощью подобных технологий мы сможем взять огромную часть дорогостоящего бизнеса, и она станет нашей. Потому что люди начнут это выбирать. Потому что нет заторов, нет человеческого фактора. Более быстрый доход, дешевле сама перевозка тонны. То есть для многих компаний, которые занимаются грузоперевозками, наши ветви, наши адресные проекты, которые будут иметь возможность перевозить грузы, будут в невероятном почете. Потому что с нашими трассами их бизнес начнет принимать абсолютно другой оборот. Поэтому уверен, что люди пойдут за тем, что им полезнее и выгоднее. Когда этот транспорт, эти технологии проявят себя, то это точно будет одним из самых полезных, так скажем, изобретений на нашей планете. Но это всего лишь первая технология, самая маленькая, самая понятная, самая земная из всей серии технологий эко-мира. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь. Пожалуйста, заходите на сайт unitsky.engineer. Заходите на сайт unitsky.com, наш салон продаж, интернет-продаж. Заходите на сайт ust.inc, чтобы посмотреть, как идут успехи в нашем, так скажем, англоязычном представительстве в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и, конечно же, на сайте unitsky.engineer изучите чуть подробнее весь масштаб технологий Анатолия Эдуардовича. Ведь только сейчас мы запускаем транспорт, первое, а дальше будет электроэнергия, которая хватит более чем 10 миллиардов на более чем 5000 лет. Чистая экологическая энергия по технологии Анатолия Эдуардовича. Его дома и города, как будут строиться наши городокластерного типа, которые будут полностью отвязывать нас. То есть город, в котором живут люди, которым ничего остального с окружающего мира не нужно для жизни. То есть, чтобы обеспечить себя, у них все есть внутри города. И глядя, насколько автономные, прекрасные здания строит Анатолий Эдуардович в Белоруссии, и когда ты видишь, как все это цветет, как все это процветает, ты понимаешь, да, нас ждут потрясающие изменения. Но и эти же пойдет и дальше. То есть, каждая последующая технология будет еще круче предыдущей. И мы лишь сейчас доказываем, что подобный способ финансирования работает. Потому что мы уже практически доказали, мы 15 этап. Скоро переходим и завершим его. Значит, способ, с которым мы создали данную технологию, работает. То, что такой способ рекламы работает. То, что мы с вами, находясь в тысячах километрах друг от друга, можем находиться вместе, общаться. Можно сказать, как сарафанное радио. Хотя, дамы и господа, я в данный момент нахожусь в Исландии, в Рейкьявике. Действительно, скорее всего, в тысячах километрах от вас. Но у нас есть общая, главная цель. Общие ценности. И есть такие возможности, что мы можем находиться с вами в одном, хоть и виртуальном, но пространстве. Делиться информацией. Я могу вам передавать то, что изучил. Вы можете задавать вопросы. То есть, у нас есть возможность коммуницировать. И сейчас мы на пороге того, что мы всему миру прогремим. Нас полмиллиона человек. Как только мы завершим пятнадцатый этап, весь мир будет знать, насколько человечество сильно. Насколько народ силен вместе. То есть, потому что мы с вами создаем то, что по факту должно создавать конгломерат государств, то есть сообщество государств. Либо хотя бы одно государство крупное, у которого есть огромное финансирование свободное. А мы сделали это просто отдельно. И я понимаю, что абсолютно все технологии Яницкого могут быть реализованы чисто людьми. Потому что те возможности, которые нам даст реализация первого проекта, те прибыли, которые принесут совладельцам данного проекта, это огромный плацдарм для будущей работы. И понятно, что все эти технологии, при том, что у нас уже есть производство, три завода с высококачественным оборудованием, с потрясающими специалистами, мы сможем делать все подобные технологии, как, например, морской порт. Маленькая технология, небольшой морской порт, но эффективность и прибыльность подобного порта, экономичность по строительству и эксплуатации, она просто невероятная. Ведь где нужно делать земляные работы, или там, где земля вместе с водой, там, где нужно отрывать, скажем, большой котлован, уже там, где вода, чтобы с большим водоизмещением судно смогло пройти, это огромная работа и невероятная цена. А здесь на шельфе моря, на сваях, можно сказать, на наших промежуточных и анкерных опорах строится подобный порт, подходит любого размера корабль, потому что мы на шельфе моря подальше от берега, и там хватает, так скажем, глубины для большого водоизмещения, для корабля с большим водоизмещением. И груз, который ставится с корабля на наш юниконд, сразу же получает задачу, в какую страну, в какой город, на какой распределительный пункт он должен пойти, и он пошел. Все, процесс идет. Без человеческого фактора, абсолютно безопасно, эффективно, максимально. А это значит, грузы доставляются быстрее, нет застоя в портах, нет платы за эти застои, быстрее доставляется и дешевле с нашей системы, полная экология, никакого вреда и так далее. И все вот это мы собираем именно в нашей технологии. То есть наша технология модернизирует процесс доставки. И все эти плюсы выливаются в конечную цену. За что? Кто платит? Конечный потребитель. Поэтому тем, что мы с вами спасаем планету, мы делаем огромную пользу не только для планеты, не только для всего живого, не только для себя, но и для всех других людей, которые даже не знают о том, что сейчас происходит, такое чудесное событие на планете, и о том, что мы с вами всемиром сидим и обсуждаем, насколько это важно, разбираемся и набираем аргументы, что же и как нам быть дальше. С помощью подобных технологий, которые, так скажем, дают возможность нового мира. Ведь если мы посмотрим на то, что делает Ленинский, способ его получения электричества из сланцев планеты и бурого угля, на выходе получается гумус и чистая электроэнергия. Представляете, даже подобная технология одна может изменить все устройства нашего мира и городов. А он представляет для нас целую серию. Поэтому, дамы и господа, я приглашаю вас на unitsky.engineer. Это потрясающий сайт, где за последние 40 лет сделано огромное количество работы по улучшению нашего мира. Поэтому, дамы и господа, просто зайдите туда и прогуляйтесь, вы поймете, что именно там стоит пособирать аргументы и понимание, куда ведет нас этот гениальный инженер. На сотни лет вперед его технологии дадут нам возможность жить просто как в раю. И уже сейчас то, что я видел в Белоруссии, то, как они строят, те дома, которые с озеленяемыми крышами, с озеленяемой внутрянкой. То есть, когда у тебя внутри в гостиной сад, небольшой сад, на котором растет инжир спелый, в Белоруссии, можно сказать, в холод. Но есть, так скажем, наилучший, наилучший вариант того, как можно проживать. И чем больше людей проживает в этом доме, тем больше развивается флора внутри дома. То есть, потому что все канализационные системы подключены к этому дому, и все сделано так, чтобы все работало сообща. То есть, стоит только поинтересоваться, как Анатолий Эдуардович видит наше будущее, потому что он, так скажем, представил его, пожелал его, разработал его, представил для нас и нашел способ пронести его сквозь десятилетия, сквозь много нечестных людей и с помощью именно народа, который и будет главным потребителем этих технологий и главным совладельцем этих технологий. Именно для них передал все свои знания и возможности для нас. Хотя, по факту, мы начинаем с самой простой, с самой земной, с самой понятной технологии. Просто транспорт второго уровня, который освобождает весь ограниченный первый уровень, чтобы мы его освободили, и наш первый уровень планеты был для нас, для жизни, для флоры, фауны, человека, и будущих потоков всей этой жизни. А нас очень сильно спасет и изменит нашу жизнь струны. Пучки струн, соединенные вместе, помещенные в корпус рельса со специальным бетоном, который изобрели наши ученые, для шумопоглощения, антикоррозии и укрепления наших струн в определенной части корпуса рельса. И сверху стальная головка рельса, по которой идет стальное колесо, с коэффициентом полезного действия 99%. Все просто, максимально просто, но из этого человек создал максимально широкую ветку транспортной инфраструктуры. Разные виды трасс, более семи, разные виды транспорта. Под каждый город, под каждую задачу, под каждую местность будет свое решение, и оно уже, все его главные аспекты, созданы, проработаны, исследованы, продемонстрированы и просертифицированы. И сейчас мы уже можем предлагать настолько большой спектр услуг. Как сказал Анатолий Эдуардович, если вы закроете глаза, возьмете глобус, крутанете его, куда бы вы не попали, пальцем, там будут проблемы какие-то технологические, которые можно решить с помощью технологии Анатолия Эдуардовича. И там они необходимы, там мы можем их построить. Поэтому, дамы и господа, стоит только поизучать, какое детище мы создали. Ведь мы создали самый эффективный транспорт, но самый экономичный. То есть транспорт, который стоит дороже всего и имеет самую большую пропускную способность, скажем, метро, а у нас почти наоборот, только пропускная способность такая же. То есть минимум ресурсов мы затратим на то, чтобы сделать огромное количество полезной работы. И все это произойдет автоматически, без человеческого фактора. Полная, полная, так скажем, автономность. Потому что внутри подобного транспортного средства более 250 датчиков, которые следят за полным комфортом и безопасностью пассажиров. Даже в маленьком транспортном средстве. Снаружи машинное зрение. То есть по факту это электрокар, который может питаться либо от сети, тем самым у множества транспортных средств на этой ветке, нет аккумуляторов, они ниже по весу и значит меньше затрата вообще. Получается суперэкономичное движение. Либо, как здесь использовано с аккумулятором. Скажем, там, где ветки будут без общего подключения. То есть наши электромобили просто перемещаются на второй уровень. Становятся, конечно, более интеллектуально подкованными. Ведь наши технологии, наши компьютеры, наши компьютерные системы, наши искусственные интеллекты, они готовы для того, чтобы делать из нашей планеты действительно полезное и хорошее место. Ведь наши технологии готовы для того, чтобы служить нам. Они уже готовы. Мы можем выстроить наших роботов, наши программы и наши искусственные интеллекты таким образом, чтобы освободить часть нашей жизни. Чтобы освободить нам свободное время для того, чтобы мы могли больше творить. Больше творить, создавать и созидать. И подобный транспорт это лишь начало. Ведь он действительно автоматизирует и даст нам абсолютно новые возможности. С помощью этого транспорта мы сможем сделать мир иным. Мы сможем сделать нашу жизнь иной. И не только эти полмиллиона человек, которые поддерживают, реализуют этот транспорт, получат эту пользу. И даже не полмиллиарда, а все живое на нашей планете почувствует влияние нашего проекта, нашей технологии. Того, как меняется жизнь в том месте, где строят подобный транспорт. как меняется экономика города либо страны, где построили ветки именно струнного транспорта второго уровня, нежели какого-то другого, менее полезного по характеристикам и более дорогостоящего. То есть перед нами будущее, которое мы с вами создали вместе, с чем я вас и поздравляю. Потому что сейчас, когда завершается 14 этап, у нас готово все, я уже не могу представить риски, которые могут помешать нам создать. То есть, если что-то произойдет, то вся планета остановится, чтобы, так скажем, не пустить подобную технологию, потому что она нужна каждому региону и каждой стране. И, конечно же, передвижение до 600 км в час, это тоже необходимо каждому человеку, потому что возможности, которые даст нам данные технологии, будут просто потрясающими. И я благодарю вас за то внимание, за ту энергию, за те ресурсы, которые вами лично были вложены. Даже если вы просто только пришли на эту презентацию, на этот вебинар и услышали новую информацию, вы уже сделали это, это значит, что вам не безразлична планета, вам не безразлична экология, вам не безразлична будущее вас и вашей семьи. И это уже делает огромное-огромное влияние, огромное, так скажем, показывает с лучшей стороны, куда вы стремитесь. И то, что ваше внимание сегодня было приковано именно к этой технологии, именно к этому проекту, это огромная победа для каждого живого существа на нашей планете. Ведь я не видел еще ученых, которые предлагают комплексное решение технологий на сотни лет. Что-то небольшое, да, но не везде просматриваются последствия, не везде просматриваются, что, да, в общем, локально это что-то сделает, но в мире глобально это ничего не изменит. Все технологии Анатолия Эдуардовича меняют целый мир, делают огромное влияние, он занимается масштабными планетарными проектами. И очень здорово, что какое-то энное количество времени назад я познакомился с этим прекрасным ученым, с его проектами и с тем главным проектом, который нас сейчас объединил. Струнный транспорт второго уровня Анатолия Эдуардовича Енисакова, который мы практически реализовали. Посмотрите, дамы и господа, перед вами то будущее, когда мы раньше смотрели фантастику, там, пятый элемент, либо назад в будущее, то есть какие-то вещи были настолько вау, как это вообще возможно. И сейчас исследуя, я понимаю, что, например, на островах люди, аборигены, они считают, что какая-то часть того, что делает человек, вот он принес зажигалку и показывает, нажал и огонь. Это магия, когда ты не понимаешь, как это работает. Вот, здесь для кого-то может это магия, но это пока они не понимают, как это работает. Как только они изучат, кто такой Анатолий Эдуардович, что такое серия технологий Экомир, это перестанет быть магией. И это станет полной реальности. Поэтому, дамы и господа, мы создали будущее. Будущее уже сейчас. И уже очень скоро мы будем гордиться тем, что оно очень быстро распространяется по всей планете. Имейте терпение, дамы и господа, развивайтесь, интересуюсь. Делитесь с окружающими людьми информацией о нашем проекте. У всех людей должна быть возможность хотя бы один раз, хотя бы один раз, но точно не меньше одного раза услышать о данном ученом, о данном проекте, о данной технологии. И весь пятнадцатый этап, он весь для нас, весь для нас. Не факт, что он продлится так долго, как четырнадцатый, или тринадцатый, или одиннадцатый этап, но у каждого есть время. Поэтому не теряйте времени, поделитесь со всеми близкими, любимыми людьми тем, что мы делаем, насколько успешно мы с этим справляемся. Ведь уже после завершения пятнадцатого этапа нас будет не остановить, наше сообщество будет расти, наши технологии будут развиваться, а эко-мир во всей ее серии технологий все больше и больше начнет облагораживать этот прекрасный мир. Ведь в наших силах создать рай на этой планете Анатолий Эдуардович уже изобрел для этого технологии. Стоит только поинтересоваться. unitsky.engineer.youtube Анатолий Unitsky UST Inc и Sky World Community. С вами был Артем Курбанов. Спасибо вам за ваше внимание, ведь всюду, куда направлено внимание, то и растет. Ссылки для вас будут в чате. Я сейчас еще раз продублирую про видео, о котором я говорил, и мою корпоративную почту. Конечно же связывайтесь со всеми теми людьми, которые вас пригласили оттуда, откуда вы узнали об этом проекте, либо о данном вебинаре. Если таковых нет, то, конечно же, пишите мне artyoms.kurbanovs at skyway.capital. Я сейчас напишу это в чате. И записи, конечно же, можно найти как раз на YouTube-канале Sky World Community Webinars и дамы и господа, я тоже очень рад вас видеть. Ян Урал Екатеринбург Здравствуй Прибалтика Здравствуй Спасибо большое всем вам за то, что вы присутствуете, за то, что вы свое время, свою энергию сюда вкладываете. Наталья, Роман, Сержио, Инна, благодарю вас, что вы здесь. Алина, Ян, будьте здоровы, будьте с нами, следите за новостями. Уже очень скоро было, будет переход и, конечно же, заходите на официальный сайт компании SkyWorld Community, изучайте ваши возможности, изучайте то, как вы можете улучшить свою жизнь и жизнь окружающего мира. Спасибо за внимание, дышите глубже и желаю вам океана улыбок, как от других людей, так и своих, собственно. До новых встреч, дамы и господа, через неделю, во вторник, в 21.00 по Москве и в среду в 11.00 по Москве. До свидания.